привет народ у меня сегодня для вас есть тема тема по ожирению похудению потолстению что значит полюбить себя такую как есть это признать что да я полный да у меня лишний вес да у меня рак да у меня там пьяный муж да я алкоголь или да я наркоман да я наркоман сотового телефона то есть признать первое мы признаем второе нам нужно понять к чему идет этот сигнал мы уже очень много раз разбирали что лишний вес это сигнал того что мы на себя напускаем много лишнего веса во первых пытаемся защититься от этого внешнего мира мы поэтому боимся открыться копим себе все эти чувства и эмоции не разрешаемых проявлять плюс мало двигаемся много жрем а живем почему потому что еда подавляет в нас различные чувства ну вот мы этим самым едой и заглушаем все вот эти чувства свои потому что когда мы себя чувствуем голодными а голодными это не значит что у нас там еды в желудке нет голодные проявления на эмоции внутреннюю пустоту чувствуем нам чего-то в жизни не хватает вот эту пустоту мы всегда хотим заполнить едой получить радость нам не хватает энергии движения так вот полюбить себя полно это признать что я такая говняшка я не двигаюсь я жру я не занимаюсь собой это значит нужно принять это и пойти сделать все если ты себя любишь мне нужно идти и заняться собой заняться зарядкой заняться пробежкой пинать хотеть хотя бы полчаса заниматься какими-то зарядками то есть вот эта девушка которая вдруг сказала что я решила себя принять полный ничего с этим не делать она очень сильно заблуждается вот как раз таки осознать и принять что я себя запустила и проблема с лишним весом говорит нам не потому тело наше а она лишь просто сигналит о том что у нас в голове да и говорит о том куда мы двигаемся не туда делаем что-то не так я вот кажется пропустила светофор для не обратно идти надо подождите не в ту сторону пошла так если у вас проблемный проблемных и расписать программу тренировок это первое что нужно сделать не хватает движения смотрите когда вы начнете даже через внешние работать с собой автоматически вы же начнете там бегать начнете суетиться у вас какие-то движухи появятся выплеск эмоций который вы сдерживаете благодаря которому ваш вес то и наращивается он все равно у вас произойдет рано или поздно любовь к себе это занятие вот за собой пока была тосенькая всегда бесила себя привела себя в порядок и вот кайфу и правильно если найти что нравится и начать что-то делать есть реально не хочется едой мы заменяем с вами радость те эндорфины гормоны и счастья и радости они у нас в переизбытке с едой и поэтому нам уже ничего не хочется делать посмотрите пост вот этот вот старенький мой что еда украла радость там как раз я объясняю что как раньше люди получали свои гормоны они там мамонта гоняют или медведя или кого-то там животное дальше потом его готовят там уже едят весь сам процесс охоты весь процесс вот этой жизнедеятельности от работы они получали а сейчас у нас это энергия ну в виде еды в магазинах без всякого труда добывается и нам уже ничего не нужно делать и мы просто обленились конечно заполняем себя этим жиром за того что совершенно ну не двигаемся то есть если вы хотите себя полюбить такую какой и есть это значит признать что да я вот такой говнюк запустил себя я полностью решил так как вы даже не идти не знаю ладно куда не пойду запустил себя что что уже вот заплыл мое тело сигналит но так как я себя люблю я начну что-то делать для себя и двигаться тем более если у меня только полный живот если это о чем ну во первых что что у вас едой надо рассмотреть этот вопрос да как часто вы едите что вы едите любить себя надо тоже понимать что мы пихаем себя может быть сделать себе какое-то меню плюс это может быть особенности от каких-то болезней допустим может быть у вас там проблема с печью или еще с чем-то то есть надо наверное пройти обследование все-таки у врача узнать из-за чего у вас причина лишнего веса и потом уже разбирать потому что каждый орган нам сигналит о каком-то мышлении о каком-то токсичном мышление когда мы что-то не хотим делать потому что думаем что вот получится вот так-то или вот так-то не попробовав уже не получилось и мы себя гасим то есть мы не двигаемся зарядка уход за собой трепетные отношения приходят сами с собой это необыкновенные чувства анастасия вот сто процентов с тобой согласна я сейчас вообще очень жестко подсела на самодисциплину и график утром подъем прям для меня это шок одна чашка кофе в день по праздникам вот сегодня праздник 2 рано ложиться спать что еще делаю лежу на валики каждый день слушайте 5 минут на валики утром и 5 минут вечером я офигеваю от того насколько у меня осанка по-другому начинает выглядеть со стороны просто это даже уже заметно вот мне мои друзья говорят что короче расправляется плечи и и спина и все я поняла куда мне идти при ноги сами привели в парк я почти в парке так все нормально короче такси не надо будет вызвать что я еще делаю у меня пробежки но так как я питер сейчас ездила бы там ходили каждый день по десять километров минимум по 15 и поэтому сейчас но не критично было что я бросила пробежки по парку сегодня тоже у меня была большая пробежка я короче занялась собой вот это вот вообще на каком валике как выглядит как лежать валик вы можете купить боже мой наберите в интернете валик миланет вот блогерша в миллионе которая все время рассказывает как лежать на валике в чем его чудеса упражнения дает вот у миланет можете посмотреть вы можете скатать из полотенца валик он примерно 10 сантиметров в диаметре класть его под спину где у вас застежка от бюстгальтера и пять минут так лежать там правильно нужно ноги положить и руки короче вы все таки лучше видео посмотрите как это делать правильно если вы это делаете неправильно и потом неправильно встанете с валика вы себя покалечите нужно научиться ну как бы у профессионалов я вам могу конечно показать но это когда я буду дома Вера красивая валики продает я валик покупала на юге мы в Крым ездили они прям вдоль дороги продают с еловыми какими-то палками ветками с травой по хуче какой-то там мята и еще чего-то набивают ну короче из ткани а в него какие-то травы напихают не знаю все в разные валики делают у меня валик с кедровыми орешками ни в коем случае самостоятельно не пробуйте валяться на нем потому что там неосторожные движения у вас будет очень сильно болеть все я как-то встала с валика по неопытности неправильно я потом четыре дня ходить не могла я вообще загибалась просто от боли жесткой там нужно правильно вставать перекатываясь перекладываясь с него в пузо эмбрион а потом потянуться как кошечка короче специально когда вес стоит на месте когда он стоит на месте и вы никак не худеете то получается ну опять же вы мало двигаетесь и здесь движение идет не просто я про тело говорю когда двигается тело это следствие всего лишь нашего мышления значит у нас в голове идет движение какое-то движение это новая информация то есть если у нас есть новая информация мы внедряем в себя новые мысли то есть мы расширяемся тогда автоматически движуха из телом происходит но вы можете через тело через внешнее себе помочь запустить желание точно так же развиваться когда вы развиваете тело у вас вдруг появляются какие-то силы на что-то познать узнать увидеть там изучить попробовать поэтому я думаю надо со всех сторон короче себя пинать меня пинали 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 никто не мог распинать пока я сама не захотела просто подумала что ну хоре я уже чувствую себя прям реально старой бабкой утром с постели встаешь сил нету встать ноги не двигаются душе болит спина болит весь жопа болит голова мигрени все из-за того что просто я ни хрена не двигаюсь как только я приняла решение все-таки заняться собой изменить режим изменить питание изменить состояние тела из лёжки в движении у меня прошли мигрени помните я все время во всех эфирах так жаловалась что у меня через день они практически а бывает так что прям 2-3-4 дня я лежу и не встаю как овощи из-за мигрени никакие ну лекарства вообще не помогают в итоге сколько вот валик этот у меня там месяц уже может быть чуть больше каждый день лежу там активность какая-то у меня все время у меня нет головных болей и вот это меня прям сейчас удивляет вот сейчас с вами анализирую ведь правда классно у меня 50 так мне 58 я занимаюсь собой постоянно и я сама себе нравлюсь круто плохо себя мотивирую ну да у меня пока жопа не настала что я слегла с мигренями что они день нормальная неделя хрень у меня тоже не было желания двигаться я думала еще молодая все хорошо нифига после полугода без тренировок вернулась в зал класс а я не люблю бегать люблю ходить но у меня терьер не хочет ходить хромает сразу так вы даже терьера себе хромающего создали лишь бы этого не делать без терьера еще нужно на пробежке каждое утро хотя бы 30 минут сами вышли бросили собаку дома одна я хочу поправиться или есть такие у меня иногда такое желание тоже возникает когда я меряю одежду она на мне висит как на вешалке а потом я думаю блин всегда найдется одежда на вешалку и меня отпускает так а если я полная когда в отношениях когда я одна сразу худею почему так а в отношениях вы закрываетесь выполняем когда закрытые то есть у нас не открыто циркулирует энергия получается то есть мы очень много в себе подавляем в отношениях вы боитесь испортить отношения вы подстраиваетесь компромисс надо гибко себя вести нужно эти отношения строить и поэтому очень много умалчивается очень много наигранности бывает поэтому в отношениях мы закрыты и подавлены и вот и все как бы вот логика такая вам нужно искать такие партнерские отношения когда вы каждому друг дружке будете позволять быть собой не подстраиваясь не пытаться понравиться то есть с самого изначального вот встретились и не пытаться казаться лучше чем вы есть а вот такую какую есть на самом деле встретить такого человека и потом не придется вот это вот все играть спорт и нагрузки меняют гормональный фон приток счастья всегда главное все делать с любовью без надрывов да сто процентов да депрессничок даже под крылья сегодня хочу подстричь и поднарастить на одну сторону волосы иди меняйся я например когда у меня хреново что-то я иду в салон и что-то делаю с собой ну правда давно уже ничего не делала сейчас приедет мой мастер в Сочи и я хочу короткую стрижку упрашиваю ну мне правда не хреново я просто хочу так делаю растяжку утром и вечером кардиолог не у кардиолог короче кардио не очень люблю ой тяжело и забрасываю от растяжки мое тело кайфует да не важно чем вы будете там заниматься это я просто пример привожу что мне вот классно вот здесь вот бегать здесь такой парк классный здесь ходить растягиваться по лесенкам прыжки совершать вверх вниз вот тренажер там еще есть можно на турниках покувыркаться вот это мне нравится растяжки мне усидчивости не хватает а кому то вот наоборот нравится растяжка то есть не важно чем ты занимаешься главное чтоб тело было у тебя в движении в тонусе а не так как я раньше лежала как тюлень на диване блин я же о себе говорю просто вспоминаю как мне было плохо все вот эти вот последние там несколько лет я не понимала почему то есть я лежу на диване мое же тело отдыхает я же работаю я же развиваюсь я же много читаю я же пишу книги у меня марафоны я же там сознание расширяю а тело лежит и тухнет и я даже не осознавала как я себя убиваю еще жестко то есть я на себя так подзабила и вот сейчас вижу разницу месяц работы над собой буквально вот вставай с утра кричит будильник я нехотя встаю ненавижу его но потом просто я не знаю такой прилив сил куда то все ушло болезни какие то так в любой непонятной ситуации вот мы на чем остановились подышали и сказали так я ничего не знаю это только сигнал сигнал буду разбирать ну то есть не придумывать себе все сейчас мы все умрем я заболел любые мысли творят нашу реальность вот о чем думаете то вы и получаете какие мысли о чем вы говорите та реальность и складывается если вы запаникуете и подумаете что я сейчас заболею вы заболеете если вы в это время скажете так это просто сигнал тела я не заболею я сейчас его просто разберу что он мне сигналит какой мне опыт нужно получить и все и пойду дальше живой и здоровый вы потеряли вещь да у вас какая то паника я в аэропорту оставила ноутбук на час или два новый этот apple pro на маму провожали она вышла покурить на лавочке я его прям положила на лавочке мы постояли толпой и ушли я уже маму на самолет посадила и так далее села в машину мы уже уехали с парковки я вспоминаю то что блин а где мой ноутбук паника была в глазах у людей вокруг меня ну кто со мной был да а я такая он там если его там нет значит я захотела это и почему то это хорошо и было спокойно как танк мы приехали на место выходим из машины я медленно медленно иду ну просто иду спокойно а мне орут ты че ты ноутбук оставила он стоит там 200 штук ты чего бежим как ты можешь вообще стоять короче такая я смотрю на них че говорю ребят если этот ноутбук мне действительно нужен он останется на месте я спокойненько туда дошла лежит мой ноутбук вокруг куча народу все курят приходят отходят а он никого там вообще не трогает было очень круто и я поняла что мы ничего не можем не потерять ни здоровье в том числе легко отпускать все что уходит и легко принимать вот например вы захотели там материализовать мужчину у вас на это нет энергии позвольте чтобы у вас что-то забралось из другого места можно так сказать потому что если вы прям очень сильно начинаете прогибать ситуацию да вы эту энергию начинаете забирать из каких-то материальных и нематериальных вещей и вдруг у вас там ворок крадет деньги не надо на него злиться вы сами его материализовали для того чтобы он пришел и помог вам освободить энергию так как вам ее не хватало реализовать на мужчину а вы там прям прогибаете ситуацию хотите там шаманить и еще что-то делаете по поводу зубов вопросы я не знаю что именно вам могут транслировать зубы в вашей ситуации я написала целую книгу для чего богу зубы и там разбирается все что вообще можно разобрать с зубами все виды причин кариеса дырочек там ломается зуб коронка выпадает пломбы не держатся импланты вы поставили даже психосоматические причины по имплантам ну их много и вы уже когда будете читать книгу будете примерять на себя все причины ну и смотреть на свою жизнь по которым у вас там возникают эти проблемы вопрос не по теме да у нас нет уже темы мы разобрали лишний вес и поняли что заниматься собой полюбить себя такой какой есть и принять себя жирный и толстый надо принять но не остановиться на этом а действовать вот вот была такая тема а сейчас у нас темы нет вы просто меня провожаете домой а я хожу зигзагами заблудилась так я несколько лет хочу развода но не надо надо короче уйти муж неплохой несколько лет не могу принять решение кажется сойду с ума у меня на это всегда один ответ если вы хотите уходить уходите вот просто уходите и нефиг вам там делать жить с нелюбимым человеком ради общества там а вдруг скажет фу там разведенка вдруг я кого-то там не найду или ради детей это вообще убивание себя по полной программе вот вам нужно начать жить совершенно новой жизнью о которой вы уже давно мечтаете и встретите своего любимого человека когда себя освободите понятно вы сейчас никого не сможете встретить и влюбиться пока вы там в каких-то обязательствах освободите сначала себя от этих отношений не нужно чем отличается убеждение от шаблона это одно и то же любое ваше убеждение то есть шаблон мышления как мы еще по другому называем ну шаблон мышления это любое слово любой образ который вы понимаете под какой-то мыслью то есть я убеждена что трава зеленая это шаблон мышления нет ничего плохого в шаблонах мышления мы так живем мы так мыслим это основа нашего мозга мыслить шаблонами мы по-другому не можем у нас есть шаблон что солнце желтое небо голубое облака белые это все шаблон мышления просто есть вещи которые нас не развивают а двигают вернее не двигают когда приводят к стагнации к остановке когда приводят к обездвиживанию когда мы не можем принять какие-то решения двигаться расширяться что-то делать потому что мы думаем что будет вот так ну мы же нострадамусы и мы заранее уже знаем как будет все плохо не попробовав конечно же чувство вины испытывает жертва но это старое мышление старое сознание когда мы не понимаем что бог есть этот бог и вы одно и то же одно целое вы творец бог проявлен во всем во всей материи ну то есть он проявлен во всем и вы этой вы и все люди оно проявлено в материи то есть вы просто клеточка бога вы не центр вселенной вы часть проявленная вы просто наблюдаете со своей позиции познавая себя то есть бога творца чувство вины это когда вы в позиции жертвы находитесь а не в позиции творца когда вы не в единстве с собой вы не понимаете кто в есть так хочу какие то вопросы да пропускала мне нравится моя работа но ходить на нее как будто не свобода ну давайте шаблон свободы не свободы разберем мой любимый шаблончик типа у меня будут деньги я буду свободен но когда у вас деньги вы уже не свободны вы зависите от денег правильно деньги это не свобода и это хорошо вы вообще ну бесформенное бестелесное существо сущее вы ну вы сделали себе не свободное тело ну если оно станет свободным то просто разлетится и растворится воздух вот вы создали себе кружку да собрав в несвободной связи эти молекулы да чтобы из нее попить то есть тело создали кружку любой материальный объект связи семейные узы любви там не знаю отношения любые отношения ну как семейные рабочие и так далее это все не свобода и нам это не свобода она нам нужна мы иначе не можем поиграть в эту жизнь чувствовать свободу это когда вас нет да и у вас вы просто пустота ни в чем то есть сказать несвобода это очень хорошо ну и абсолютная свобода да к которой все стремятся это ничто поэтому если вам работа нравится играйте в эти несвободные связи получать от этого удовольствие потому что свобода это не не свобода когда вы получается не свободны в каком-то образе в теле с кружкой да вы и вы свободно в это играть то есть вы можете собирать какие-то идеи в материю да и в это играть вы свободны в своем выборе выбирать там во что играть как играть и главное чем а если ну не признавать вот это вот то тогда и поиграть то нечем не ручек не ножек как говорится так все я домой пришла буду прощаться да всем пока пока пока